Товарищи, у нас очередное занятие университета рабочих корреспондентов. По постмажорным обстоятельствам у нас некоторые изменения в расписании. Сегодня занятие проведет доктор философских наук профессор Казюнов Александр Сергеевич. Тема занятия «Проблемы возрождения советской власти и пути их решения». Пожалуйста. Проблема возрождения советской власти – это наша постоянная проблема. Занимаемся мы ею много лет, написали много статей и даже книжек теперь уже. И заметьте, что в простой такой форме мы уже о ней давно не говорим. Предполагает, что все товарищи, которые занимаются в университете, они уже знают хорошо, что такое советы. И теперь мы ставим этот вопрос в таком проблемном ключе. То есть, какие тут есть более конкретные, более узкие темы, значит, как они связаны между собой. То есть, углубляемся в эту тему. Хотя, конечно, начать надо от главного, от существенного, от сути дела, от понятий. Вот, и, конечно, мы про понятия тоже вспомним. Я надеюсь, что все товарищи и помнят, что, значит, советы – это власть рабочего класса, это форма диктатуры пролетариата, которая строится от завода фабрик. Избиратель единицы является фабрика-завод, говорил Владимир Владимирович Ленин. И проводили тогда и выборы по фабрикам, по заводам. И так продолжалось до 1936 года. Надо сказать, что после 1936 года фабрики-заводы принимали деятельное участие. Партийные организации фабрика-заводов организовывали выборы, организовывали концерты замечательные. Старшие товарищи, наверное, помнят дни выборов в советское время. Были такие народные праздники. Но все-таки после 1936 года, когда принцип производственный был заменен территориальным, и выборы стали проводиться по территориальным округам, советы многое из себя утратили. И можно даже сказать, что советов после 1936 года не было. Хотя власть советская сохранилась. Почему? Потому что система диктатуры-портрета, она наряду с советами, значит, включала в себя и другие институты, в том числе коммунистическую партию, общественные организации коммунистические, как комсомол, там пионер и так далее, там подобное. И вся эта, значит, структура власти держалась. Но, тем не менее, раз корень был отрезан, советы потихоньку выдохлись, а уж когда и партию изменники извратили, превратили, сделали партию всего народа, конечно, советы это долго выдержать не могли и рухнули. Хотя меня вот удивляет не столько то, что они рухнули или их разрушили, сколько то, что они просуществовали 30 лет с момента, когда на съезде партии фактически государство было подменено. Государство диктатуры-портрета или государство рабочих стало государством общенародным, то есть буржуазным, то есть якобы не чейным, а на самом деле уже прошло перерождение. Поэтому 30 лет – это очень большой срок исторический, и держалась она, конечно, на системе, которая осталась от диктатуры-портрета. И держалась на сознании, в том числе, я думаю, на сознании старшего поколения, типа моего отца, значит, которое прошло войну. И поэтому не случайно перестройка, она и совпала с выходом этого поколения на пенсию. Это вот как раз мой отец. В 84-м году он вышел на пенсию, его годки, а в 85-м началась эта самая перестройка. Вот, и вот в понедельник похоронили друга моего отца, 92 года, вот он тоже из тех, кто, значит, вышел на пенсию, и антикоммунисты посчитали, что пора, можно действовать, пора действовать. И начали понеходничку разрушать окончательное государство. Поэтому и возрождение советской власти, оно не может быть никаким иным, кроме как революционным, революцией. То есть, мы пережили контрреволюцию, и сейчас, в общем, об этом начинают, так это, говорить широко, это раньше мы только объясняли, что произошла контрреволюция, а не что-то. Вот, пытались тут последние годы путать всякие перевороты реакционные, там, в Африке, на Ближнем Востоке, на Украине, вот теперь, мол, революция. Это реакционные перевороты. Власти, как находились олигархи, так и остались. А Великая Социалистическая Революция была уничтожена контрреволюцией. Это была контрреволюция. Но при контрреволюциях общество все-таки долго не существует. Двигали, по крайней мере, до сих пор, обществом революции. Буржуазные в капиталистическом обществе или, значит, коммунистические, социалистические. Поэтому возврат может быть только через революцию. Но это очень большое дело. Это нужно, чтобы значительная масса населения поняла, что они потеряли, что такое Советы, как их делать и создавать. И я думаю, что вот в общепонятейном смысле, все-таки за эти годы мы тут многое разъяснили. И многие понимают, и что такое Советы, и какие они были, и как мы их потеряли, значит, и как нас победили. И более-менее что делать. Но проблема, она все равно остается. Значит, какие тут проблемы? Первая проблема – это проблема сознания. Причем проблема сознания, она настолько проста, что когда ее высказываешь, то иногда натыкаешься на такую чуть ли не насмешку, на критику и чуть ли не на насмешку. В чем проблема в ее простоте? Она в том, что Советы можно создать хоть сегодня. Никто не мешает. Собрались на заводе, если у вас, тем более, есть профсоюз, да хороший профсоюз. Значит, нашли соседствующие профсоюзы, или помогли организовать на соседских заводах и фабриках такого рода профсоюзы. И создали комитет для общей организации, для общего управления. Вот вам и совет. И если у вас хватает воли, разума и воли, разума и воли – это в значительной мере одно и то же. И, кстати, тут тоже вот нужно понимание, что такое разум, что такое воля. Девушка мотает головой, со мной не согласна. Она потом выскажется, у нее будет возможность. Значит, воля – это то, что реализует разум, реализует идею. Реализующееся понятие. Значит, когда мы приняли понятие или приняли какую-нибудь идею и начинаем ее реализовывать – это воля. Значит, и вот этой воле, конечно, сегодня недостаток в нашем и в обществе, и в руководстве, и у рабочего класса, и тем более у людей, которые, значит, работают в населении. Воля – недостаток. Поэтому постановка-то вопроса вроде простая, да, советы никто не мешает создавать, давайте создадим, а с другой стороны ее не реализовать, поскольку нет воли, соответственно. Значит, сколько мы найдем своих единомышленников? Ну, недостаточно, чтобы построить какие-нибудь советы хотя бы в одном городе. Хотя в пятом году, когда русские рабочие Ивазного Вознесенска дошли до этой мысли, значит, можно сказать наоборот, была воля, да, не было осознания, может быть, серьезного, но воля определенно была. Нет, не будем. Нет, давайте создадим и устроим жизнь по-своему. И 72 года этот совет в Иванове при окружении военным, при угрозах из центра, из Петербурга, значит, имел совет функционирующий. А? 72 дня, я как сказал? Год. А, ну да, 72 дня. Из пинисти, пожалуйста. 72 дня, вот, имел свою власть. Со своими внутренними органами, организациями, да, милицией, финансовым отделом, организаторским отделом, идеологическим отделом и так далее. Сейчас такой воли нет. Поэтому это, значит, серьезная проблема. И проблема номер один, с которой мы сталкиваемся. И эта проблема упирается в партию. Скажем, в Иваново-Ленисинске. Там среди членов Ивановского совета все были большевиками. Все. Я имею в виду, что из других партий. Не в том смысле, что все члены совета были большевиками. Нет, большевики там составляли около четверти. Но все они были большевиками, вот эта четверть. Других партий не было, поэтому никто не мешал работать и действовать. Поэтому такая, ну, воля, значит, более-менее концентрированная. Вот. Сегодня у нас, значит, серьезной, большой, такой, широкой партии нет. Если нет большой и широкой партии, значит, ну, советы, видимо, не создадутся сами по себе вот так. Возьмут и ни из чего они не возникнут. Значит, нужна партия. Партия рабочего класса, коммунистическая партия. Ну, и мы видим, что процесс идет очень и очень трудно. Вот КПРФ при всей ее широте, при всем ее могуществе вроде бы, в прошлом году, в прошлом году только на пленуме, осознала, наконец, что идея диктатуры против ряда, она должна лежать в основе партийной идеологии. Ну, слава Богу, это под нашей критикой, под нашим воздействием, значит, на пленуме руководство осознало, что, значит, все-таки руководящая идея коммунистической партии – это диктатура пролетариата. Или вы стоите на этой точке зрения, и тогда вы коммунистическая партия и способна действовать в этом направлении. Или вы не стоите, тогда вы ни на что не способна, и вы не коммунистическая партия. Ну, и, конечно, это труднейший вопрос. И я думаю, что, как такое понимание, оно, в общем, широко известно, и даже в самой КПРФ его понимают. Я уж не говорю о других партиях, таких близких к нам понимают роль диктатуры пролетариата. Но до реализации, конечно, еще путь не близкий. Но это из того, что ясно. Есть проблемы и не очень ясные. Например, скажем, совет, он мыслится, как орган власти. То есть, вроде ничего нет, а совет вдруг есть. Так тоже не бывает. Почему? Потому что он возникает не на голом месте. Он возникает, когда под ним есть, значит, более такой живой союз, жизненный союз, экономический союз. И таким экономическим союзом в 1905 году были профсоюзы. Значит, комитет профсоюза. Из них потом отчасти к 1917 году возникли ФАБЗАВКОМЫ. То есть, вот такие организации, которые руководят экономической жизнью, забастовками на своем предприятии. Это вот такой экономический союз. Они организовались. На их основе был создан Высший Совет Народного Хозяйства. И он вроде руководил такой хозяйственной, значит, деятельностью страны. И руководил он до 1932 года. В 1932 году почему-то, значит, упразднили этот орган. Кстати, руководил и Марджоникидзе, который как-то вот так вот кончил не очень хорошо. И это вот эта проблема. То есть, я думаю, что вот неплохо, если бы кто-нибудь нашелся и позанимался. Вот почему они закрыты. Значит, какова тут роль Арджоникидзе, какова тут роль, значит, руководящих органов партии и так далее. Значит, в 1932 году Всероссийский Совет Народного Хозяйства. А в 1936 году и Конституция новая, и выборы новые, и Советы, стало быть, пропали вслед за этим. Поэтому это вот какая-то такая проблема, которой не занимались. И я думаю, что она есть. И она, значит, как-то до сих пор так удовлетворительного научного решения не получила. И я думаю, что, конечно, это стоит перед нами задача, значит, разобраться тут, что вот как так получилось. Но мы, думаю, должны себе дать отчет, что вот эта вот хозяйственная или, как я говорю, общинная сторона дела в рамках одного отдельно взятого производства, она оказалась не очень развитой. А она тут движитель такой вот справедливости, жизненности всего дела. Почему? Потому что Советы опираются на предприятия. Они сильны опорой на массы. Они сильны опорой на конкретных людей. И конкретные люди, они на производстве. И мне кажется, что все-таки профсоюзы, они тоже вот этой функции, советские профсоюзы, профсоюзы того времени, они вот эту функцию не очень сделали. Они тоже как-то увлеклись политикой, общими этими вопросами, общим там руководством. Поэтому там были проблемы с руководителями профсоюзов. А вот эта вот заводская такая жизнь или развитие самого трудового коллектива, она была, конечно, она была как бы запрограммирована самой природой и общества. Линией партии, другими какими-то сторонами дела. Но вот своей сущности она как-то выпала из внимания, мне кажется. Хотя по отдельным сторонам, значит, можно видеть, и мы на своём, не знаю, как вы, я видел на своём опыте, как вот эта общинная природа на предприятии, она развивалась. Ну, по моему комбинату, вообще-то бумажному, скажем, я это чётко ощущал. Во-первых, в своих школах. Во-вторых, в своих больницах. В своих поликлиниках. В двух турбазах. Вот, и я помню, значит, пятница, народ на эти самые, на катера, вот, два часа, там билет стоил 25 копеек, и он на турбазе. Турбаза, путёвка, 60 копеек, это тогда ничего не стоило. Это значит, тебе дают дом, постельные принадлежности, завтрак, обед и ужин. И всё это 60 копеек стоило за, значит, субботу и воскресенье. Все люди свои. Лодки, рыбалка. Ну, почти всё это дармовой. Почему-то, что оно родное своё. И люди друг друга знают уже по производству. А тут они ещё вне производства, там, дружат, укрепляют какие-то связи, обмениваются информацией, соображениями по изобретательству, там, и так. И много-много всяких связей. Крепло вот это вот общинное начало. Но я думаю, что оно всё-таки крепло недостаточно. И поэтому вот сам коллектив уже как-то воздействовал на этот процесс слабо. В основном, товарищи, значит, директор, порторг и профорг. Вот они там соберутся, порешают быстренько дела. На профсобрание, товарищи, профсобрание. Допустим, 16 часов после рабочего, в самом конце рабочего дня. Явка всех обязательно. Придут там 10%. Хорошо. Так, это примем, примем. Это примем, примем. Это примем, примем. Ну, всё, разошлись. 15 минут, все вопросы решили. Хотя было право, значит, воздействовать на руководство, на дирекцию. Значит, участвовать в решении всех вопросов, там, и так далее, и так далее. Но вот как-то это уже не использовалось. Вот в мои годы, в 70-е, в 80-е. Поэтому вот эта вот жизнь, она затихала. И я думаю, что вот нам в новые времена, да, вот над такого рода вопросами, конечно, надо подумать, чтобы, если совершится эта революция, мы пришли грамотными людьми к ней, мы пришли образованными, понимающими слабые места, чтобы мы не делали тех ошибок, которые были сделаны в прошлом. Почему? Потому что сами вот эти поколения моего отца, они, конечно, пожили хорошо. У них за плечами, несмотря на все трудности, стояла советская власть, партия, которые помогали там в трудные минуты. Вот за нами никто не стоит. Перед нами начальство, которое думает, как из тебя выжать последние сутки и поменьше заплатить. А то вот ещё и не платят теперь, моду взяли не платить. Сегодня Путину, значит, из нескольких мест. Вот не платят там пять месяцев. И он делает вид, что он не знает. Вот. И он что-то там хочет решать. Знают, всё известно. И вопрос о заработной плате. Это принципиальный вопрос. Уж если не бороться со своей заработной платы, то за что же тогда бороться? Если человек не может за заработную плату побороться за свою, то всё, это предел и стопен. Тогда как, значит, борьба имеет, конечно, более широкий спектр. Значит, ну вот я сказал, значит, на самом предприятии, в самой этой общине производственной, которую надо ещё делать, от неё практически мало что осталось. То есть до революции там был спор и дискуссия, обмен советами наших, значит, тогдашних революционеров. Засулич, Плеханова с Марксом. И Маркс несколько вариантов письма составил таких черновиков. Письма Засулич по вопросу об общине русской. И говорит, что если, значит, соединяться русская община и революция на Западе, то она, община может вам помочь, значит, вот строительстве нового общества. Но, как вы помните, значит, без Запада пришлось нам это делать. И, конечно, на общину опирались, и она помогла во многом. Но сейчас, после 25 лет, значит, капиталистического развития, от неё, конечно, уже мало что осталось. И у нас ещё какие-то задатки есть. А я думаю, что у молодёжи, там, которая лет 20, 25 или даже 30, которая вот в это время новая жила, у неё уже, конечно, этих остатков мало осталось. Несносительно. Но всё равно эту коллективность придётся поднимать, всё равно её придётся развивать. Почему? Потому что коммунизм – это общественный строй. Значит, коммунизм – это единство, солидарность людей, трудящихся. И без вот этой солидарности, без единства, конечно, ни революции социалистической, ни коммунистического общества не сделаешь. Но хотя бы, значит, в таком интеллектуальном смысле у нас этот опыт есть. Да, теперь идейная сторона дела. Значит, что в какой-то мере мы это всё разъяснили. По этому важному, принципиальнейшему вопросу диктатуры пролетариата и её формы советы. Но, значит, чтобы возродить советскую власть, нужно много. Много знаний, много теорий, много понятий. Вообще нужно такое вот мировоззрение научное и современное. И я должен сказать, что я вот с удовлетворением наблюдаю рост тяги нашего народа, молодёжи, к марксизму. Ну, все знают про вот наш этот университет. Значит, несмотря ни на какие кризисы, значит, это вот мы уже 25 лет собираемся, каждый четверг, значит, и здесь считают лекции, и лекции считают серьёзные люди, значит, кандидаты наук, доктора наук. И интерес этот сохраняется, несмотря на то, что, казалось бы, хоть и сегодняшняя лекция по советам, она не первая ведь. И вроде бы мы уже знаем эту тему, и много мы о ней говорили. Тем не менее, мы всё время какие-то новые стороны открываем, углубляемся в эту тему и понимаем, что она важнейшая, и что здесь нужно глубоко быть глубоко подкованным человеком. Теперь, во всех сейчас взять вот эти так называемые левые партии, да, у всех есть какие-то центры, какие-то кружки, какие-то институты, университеты, которые связаны с образованием. И здесь, мне думается, даже если у самих организаторов есть какие-то недостатки идейные, то они всё-таки предлагают изучать классиков марксизма. То есть, такой серьёзный глубокий материал. Поэтому слушатели, читатели обращаются, значит, к этим текстам, изучают, и сравнивая эти глубокие постановки вопроса с текущей болтовнью, и, скажем, телевизионной, или, значит, в прессе, они, я думаю, что делают вывод, что, конечно, значит, у Ленина, у Сталина, у Энгельса, у Маркса, значит, более серьёзные глубокие постановки вопроса. Я думаю, что именно вот в силу вот этой теги, значит, начинают издаваться произведения Маркса и Энгельса, Ленина, Сталина, начальство сейчас такой антикоммунистический свой такой напор остановило. А Владимир Владимирович, даже извиняясь за свой выпад в сторону Ленина, вот приводит сегодня, скажем, в речи. Как говорил Ленин, значит, на деле формально-то вроде правильно, а по существу, значит, всё жуть, фальшиво, это правильно, особенно если обратить это к самому товарищу Путину или его начальству, что делают-то вроде они многое правильно, но по сути получается, значит, дикость или антинародность, или ещё что-нибудь в этом духе. Но, во всяком случае, вспоминают позитивно, и это уже хорошо. Ну и, конечно, спектр вот этих знаний, он очень широк. Фактически, в Советском Союзе вся наука базировалась на Марксе, Энгельсе, Ленине. Но, во всяком случае, три звена, экономическую теорию, политическую теорию и философскую теорию, ну, конечно, надо знать людям, которые хотят восстановить советскую власть. Без знания этого никакого восстановления советской власти быть не может. Почему? Потому что, во-первых, значит, никакого более передового строя и устройства общества никто не придумал, не создал. Значит, это невозможно без знания передовой науки мысли, передовой методологии, передового мышления. Никто более глубокого передового, чем наука логики Гегель, хоть 200 лет прошло, не написал. Мы знаем, что и Маркс Энгельсом изучали довольно подробно, причем несколько раз принимались науку логики Гегеля. Владимир Ильич Ленин дважды всерьез принимался. Кроме этих, значит, всерьез занятий в течение нескольких месяцев специально, он и так все время обращался к нему. Я уж не говорю о том, что он конспектировал другие книги по философии, и Фейербаха, и Аристотеля, значит, и других авторов. То есть, был очень подкованным человеком. Поэтому и современные люди, если они хотят что-то сделать важное, они должны быть на вот этом уровне интеллектуальном. То есть, или знать философию, или нет. И вот я давно знаю эти строки Платона, но вот как-то в последних статьях все, к месту они приходят, я их цитирую. Платон еще до нашей эры, в 4 веке, говорил, что, значит, к власти должны прийти философы, или властители должны стать философами. И Ленин-то как раз показал, что вот впервые в истории вот эта мечта Платона, она, в общем-то, была реализована. Почему? Потому что, конечно, Ленин – выдающийся философ. Вот. У Сталина много сочинений, и тоже без философской там подоплеки эти сочинения не напишешь. Значит, там Троцкий, какого бы он ни был, да, по идейному содержанию, но философским был человеком подкованным. Зиновьев с Каменевым, такова бы ни была их ориентация, значит, политическая, философские – это были люди подкованные, тоже написали по несколько трудов. Значит, Чечерин был, человек высокоэрудированный, тоже написал книжки. Короче говоря, там, если посмотреть, я думаю, что если все их книги собрать, это будет большая библиотека. В том числе и Михаил Иванович Калинин, хоть он вроде из рабочих, тоже есть изданный сборник его трудов. Ну и те, кто хочет сейчас, значит, сделать вот такого рода революцию, он должен быть философским подкованным. Значит, про экономику не говорю. Про экономику экономическая жизнь нас, собственно говоря, заставляет сейчас быть экономистами. Почему? Потому что все время идет разорение трудящихся, все время мы наблюдаем, как нас, значит, обирают, как ценами извлекают, значит, нашу заработную плату, как инфляция поедает ее значительную часть и так далее, и так далее. Без знания этих вопросов и без знания, как построить действительную экономику, ну, конечно, тоже ничего нельзя сделать. Поэтому мы должны разбираться в экономической теории. И здесь опять-таки классики подают нам очень большой пример. Я уж не говорю о том, что, значит, много было умного написано и самими классиками, основоположниками, и в советское время по экономике. И здесь есть, чему поучиться и что поизучать. Ну и надо сказать, что и наши товарищи, вот я горжусь, что у нас директор нашего университета пишет гениальные статьи о современном империализме. Ректор. Ректор круче, чем империализм. Вот, и вот в последнем номере мы почитали и поняли, что, да, Россия, вот она все-таки еще не империя. И поняли, почему она экономически, я надеюсь, еще здесь присутствует. Значит, поэтому и нам без дальнейших экономических знаний здесь не обойтись. Ну и, само собой, политических, значит, политических я и начал, что здесь тоже многое сделано. И в последние вот тут что-то дни, я все вспоминаю, у Гайдара был труд, написанный как бы в пику Владимиру Ильичу Ленину. У Ленина, знаете, все известный труд «Государство и революция». Вот, а Гайдар поднатужился, и как только его выперли, значит, с этих премьер-министров, исполняющих обязанности премьер-министра, вот он сел и написал в 97-м году «Государство и революция». И вот я думаю, что грамотным людям надо, чтобы еще раз убедиться, значит, в своей подковности, почитать эту галиматью на фоне Ленина, сравнить. Вот очень хорошо видно, что одно дело пишет Ленин, серьезный гений, у которого человечество учится, вот, и пишет вот этот вот блатник, которому поручили разрушить, значит, нашу экономику. Вот, какой-то детский сад и такой мямля, и вот он там что-то пытается какие-то глупости доказать, но из этих доказательств, конечно, ничего не получается. Получается такая какая-то недоваренная манная каша, размазанная по тарелке. Поэтому есть, значит, политические вот эти труды, и главное в этих политических трудах было, есть и будет, диктатура Прилята и ее форма, значит, Советы. Ну и для нас здесь интересная проблема, мне кажется, заключается в том, что вот до последнего времени мы как-то считаем Советы – это советская форма диктатуры Прилята. Что, мол, в других странах будет как-то по-другому. Ну и действительно, скажем, если взять Европу, да, в Европе нигде такого не было. В Европе там так и остались более-менее по-другому назватые парламенты. Но прошло время вот это вот, большой период серьезный, и мне кажется, в общем, нам должно быть понятно, что это не только русское явление, а это всеобщая форма, всеобщее явление должно быть. Поэтому, если кто-то где-то соберется действительно установить диктатуру Прилята, он будет использовать Советы, то есть организации, которые, политические организации, государственные организации, которые имеют базирование, основу, значит, на предприятиях. И в этом смысле, значит, оглядываясь назад на европейские страны, понимаешь, что нигде таких Советов не было, нигде такой диктатуры Прилята не было. И вот я вспоминаю, был у нас товарищ, я думаю, большинство его помнит, Борислав Ильич Фетисов. Вот я в 80-м году слушал его лекцию на Литейном 42 о польских событиях. Вот он тогда, уже было не модно, но он говорил, что они не могут вести полную диктатуру рабочего класса, полную диктатуру Пилята. Они там ведут буржуазную политику, поэтому, скорее всего, они в этой борьбе проиграют. И они, в общем, и проиграли в этой борьбе. Почему? Потому что они не осмелились вести диктатуру пролетарского государства, а буржуазия осмелилась провести, значит, буржуазную диктатуру. И фактически свернула, значит, советскую власть, или, по крайней мере, значит, такую социалистическую власть, которая была в Польше. Ну и потом, и в других странах она рухнула так относительно легко. Почему? Потому что вот она не была укорена в производстве, и трудящиеся не очень почувствовали, что их лишает власти, или что их это как-то коснется экономически. Не почувствовали, что они, значит, тесно, кровно связаны вот с этой вот новой властью. Они не почувствовали это как свою диктатуру. Они почувствовали, что, значит, верха, вот они какие-то не те, которые поддерживать нельзя. И ту же ситуацию мы наблюдаем сегодня и в Китае. Вот вроде Китай уже давно, значит, строит там социализм. Значит, строит там развитое общество. Строит, как-то это называется-то у них? Относительно бак... С китайской спецификой. Да, с китайской спецификой. Зажиточное общество. Вот зажиточное, для многих-то не зажиточное, а очень зажиточное общество. Там своих миллиардеров, они уже по миллиардерам на третьем месте. Вот. По другим показателям буржуазным они тоже, значит, на передовых позициях. А в смысле коммунизма. Движутся ли они в сторону коммунизма или не движутся? Или они движутся в противоположную сторону? У меня нет уверенности, что они движутся коммунизмом. Почему? Потому что власть у них тоже не укоренена в производстве. Они, понимая ошибки, значит, Советского Союза, специально создали орган, значит, исследующий опыт Советского Союза и Советского Руководства. Пытаются избежать ошибок наших, но избегут ли? Ну, будем надеяться, что избегут. Вот. Но. Это всё в идейном смысле, да? Это всё идейная, сознательная сторона дела. А мы знаем, что экономические законы действуют, значит, как объективно. Независимость от сознания людей. Или, во всяком случае, значит, при каком-то воздействии людей. И это воздействие людей и правительствия может быть разное. Оно, как учил Энгельс, может совпадать, сознательное воздействие может совпадать с объективным экономическим развитием. А может и не совпадать с экономическим развитием. А может идти как-то в сторону, или быть какой-то равнодействующий, или равнодушный, или нейтральный, и так далее, и тому подобное. И, скажем, по нашей истории мы чётко видим, что ленинское, сталинское руководство и их деятельность совпадали с экономическим развитием, с экономикой, и экономика бурно развивалась. Мы видим, как, значит, Хрущевская политика, Брежневская политика, они более-менее нейтральны были, поэтому она по инерции ещё немножко развивалась. А, значит, Горбачёв и Ельцин, они уже действовали против экономической линии, против экономического развития. Значит, поэтому экономика не развивалась, а потом ещё и рухнула. Вот, есть ли всё это, понимает ли всё это Компартия Китая или нет? Я вот не уверен, у меня как-то полной информации нету на эту тему. А это вопрос принципиальной важности. Но они, как говорится, это дело их, а мы, наше дело, это всё усвоить, это всё дело понять. И если эта революция социалистическая совершится когда-нибудь, а я думаю, что она всё-таки совершится, то трудящиеся должны быть готовы, должны понимать эти вещи и не совершать тех ошибок, которые были совершены раньше. Хотя, конечно, прежде всего это, значит, ошибки или поражения в партийном строительстве. Но и без советского строительства, без строительства Советов тоже это, значит, не сделаешь, тоже это не получится. Вместе с тем, мне нравится, что наша молодёжь, она берётся за исследование решения проблем по Советам. И вот мы провели конференцию в 2013-м теперь уже году, да, в Саблино по Советам. И вот молодые товарищи, не обременённые какими-то даже научными регалиями, сделали серьёзные доклады, в том числе по конкретным советам на ленинградских заводах. И мне кажется, вот этот опыт исследования советов на конкретных заводах, он тоже очень нужный. И раньше такая работа велась, скажем, есть, были изданы такие большие, иллюстрированные хорошо на хорошей бумаге книги по разным предприятиям, скажем, Кировский завод. И там, конечно, профсоюзной организации, Совету было уделено много времени, и, в общем, правильно говорилось, но не всё. Не всё, что нужно было бы для вооружения, значит, современных работников для участия, значит, в Советах и участия в жизни самого предприятия. Хотя оно и было, там другие заводы, и вот они были, такие книжки в Саблино, но многие из них сгорели в этом пожаре. И я думаю, что вот эту работу, конечно, значит, проделывают товарищи, и мы её ещё проделаем, доведём до конца. Ну и, конечно, такой важнейший здесь вопрос и проблема. Это проблема, почему всё-таки Конституция 1936 года, она привела к переводу, значит, выборов с предприятия на территорию. Вот, я несколько раз принимался за изучение, тоже много интересного начитал, накопал, но как-то окончательно вот такого для себя вывода не сделал. Видимо, надо так более серьёзно в этом вопросе поразбираться. Там ведь работала комиссия, кстати, вышел сборник исследований по созданию этой Конституции. Значит, несколько комиссий, в том числе руководителем всего этого проекта, значит, в какой-то мере являлся Иосиф Сирён Сталин. Ну, в какой-то, я говорю, потому что там он не непосредственно руководство осуществлял, а потом на заключительном этапе. Ну, вот он пропустил такие вещи. И я думаю, что с одной стороны тут теоретическая такая слабость, с другой стороны практическая. Практически состояла в чём? Что в 1905 году поднято советы в буржуазной стране, в буржуазном окружении. Они тут как бы наши островки. В 1917 году, ну, то же самое, во враждебном каком-то окружении островки советской власти. А к 1936, к началу 30-х годов уже пока что везде, уже советская власть, уже всё, то есть, народное, всё, принадлежит рабочему классу. Поэтому как бы, ну, и особого выделения предприятий как-то вроде и не нужно. Но, как показал дальнейший опыт, очень даже нужно. Почему? Потому что предприятие – это и есть та, значит, сцепка, где сцепляется действительный рабочий класс. Где они каждодневно связаны друг с другом. А как показал вот опыт и моего предприятия, и после рабочего времени, или на отдыхе, субботу и укресенье, опять, значит, общаемся, обмениваемся, как-то живём, воспроизводимся вместе. Поэтому это очень и очень важно. Но, значит, получилось так, что вот эта вот линия, она как-то выпала из специального поля зрения. И она как-то так, ну, развивалась сама собой. Хотя мне кажется, что этим делом надо было заниматься более пристально и более плотно. По воспроизводству рабочей силы. Не только сосредоточили на производстве. Давай, давай, больше угля, больше стали. Ну, наделали, больше стали. А для чего? Для кого? Ну, для защиты. Танков, там, самолётов, атомных бомб, можно разбомбить было планету, там, 50 раз. Зачем 50-то? Раз. Хватит, ну и всё. Достаточно. Этого достаточно. А важно-то как раз, значит, межчеловеческие связи детей развивать, значит, творческие способности развивать и у детей, и у школьников, и у студентов, да и у пожилых. Вот, и вот сейчас, когда, значит, самому уже немало лет, мне кажется, пенсионеров, потенциал пенсионеров, вот, его мало использовали. Скажем, ну, мой отец, да, вот его потом, ему предложили быть, значит, как это называлось-то, директор музея комбината или что-то. В общем, музей был, а отец им заведовал. Уже на пенсии два или три года. Вот, ну, ещё там кто-то там привлекался. А основная масса пенсионеров, ну, рыбалка, выпивалка, домино, значит, во дворе, да. Всё это хорошо, конечно, и приятно. Сейчас вспоминаешь вот эту атмосферу, как хорошо было во дворах. Но этого мало. Это были в 60 лет, 65-70, ещё крепкий народ. Его можно было использовать во многих отношениях, причём с пользой и для него. Ну, мне кажется, что как-то вот на поколение ветеранов не обращали внимания. А эта проблема теперь станет острее в связи с тем, что всё-таки длительной жизни будет больше. Народ в пожилом возрасте будет здоровее. Значит, работать, может быть, и не стоит. Сейчас он уже в этом возрасте не может так во многих профессиях эффективно работать. А вот в какой-то воспитательной, общественной, ещё какой-то деятельности, у него ещё очень много потенциала, его ещё тоже можно будет использовать. Ну, и, наверное, много других проблем, значит, и в возрождении Советов, и в дальнейшем их функционировании. И я думаю, что мы о них ещё будем иметь возможность поговорить. Ну, а сегодня, я думаю, что на этом можно и остановиться. Переходим к вопросам. Да. И вопросы к Александру Сергеевичу. Пожалуйста. У меня вопрос. Тогда почему же Горбачёва обвинили? Ведь он же именно хотел на ленинский принцип вернуть Советы трудовых коллективов, он так и говорил. Их должны возглавлять рабочие, и должны быть не... Да. И вы же его обвинили большим подлецом. Потому что, видите, Сталин уже с 36-го года Совет Сталин. Вопрос есть. Вопрос есть. А вы же его обвинили. Спасибо. Значит, его обвинили не в этом. Так нет, он именно... Не в этом. Вот она. Вопросы есть. Вы задали вопрос? Да. Я отвечаю. Как я понимаю. Можете, я ошибаюсь. Можно. Значит, его обвинили не за это. За то, что в 80... В каком году был издан закон о трудовых коллективах? В 85-м или в 86-м? Закон был специальный. В 85-м он пришёл, а в 86-м помогал. О трудовых коллективах. И это хорошо. И если бы опять вот эту линию стали бы развивать в должном направлении, это было бы просто здорово. Но этим ведь никто не стал заниматься. А эти стали заниматься кооперативами, значит, переводом без наличных денег в наличные, значит, развитием вот этой фактически безнадзорной буржуазной кооперации, в конце концов развалили общество. Вот его за что критикуют. А за то, что ты, если что-то хотел сделать для коллектива, для социализма, за это никто не критиковал Горбачёва. Поэтому я думаю, что критиковали его правильно. И, в общем, уже широкое народное мнение, что он, конечно, один из разорителей Советского Союза и России вообще. Причём я как раз с этим взглядом не очень согласен. Я считаю, что он в руководстве этого процесса был. Но ему, конечно, не развалить самому было. Это дело широких кругов буржуазии. И внутри партии, и внутри кооперативов, и внутри предприятий, особенно директорский корпус. А он, конечно, здесь один из главных личностей. И поэтому тот позор, который он сейчас переживает, он вполне заслужил. Всеобщий позор, народный позор. Спасибо. Ещё вопросы? Достаточно тогда. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Кто желает выступить? Пожалуйста. Вы в стране, визит ли? Вы в работе, в политике. Проводкастка обычная. Усправнили. У вас выступление? Нет. Мне вообще слово дали. Значит, товарищи, у нас лекция называется «Проблемы. Возрождение советской власти». Поэтому много других важных, интересных вопросов. Но если мы хотим эту проблему решить, она заслуживает того, чтобы мы пока другие вопросы оставили, в стороне, при том, что там можно и поспорить, с одним согласиться, с другим не согласиться. А проблема в чём состоит? Вот надо как-то постараться сконцентрироваться и ответить на этот вопрос кратко. Потому что, как говорил Ленин, чтобы решить какую-то проблему, надо найти всегда главное звено. И это главное звено взять, за него ухватиться и вытащить всю цепь. Если мы не вытащим это главное звено, не найдём, то мы будем говорить и об этом, и об этом, и об этом, и об этом, и у нас, так сказать, всё это растечётся. Значит, есть известная работа Ленина «Великий почин». Что там говорится? Что диктатура пролетариата – это научное, латинское, историко-философское выражение. Означает вот что. Что именно городской, фабрично-заводской, промышленный пролетариат в состоянии руководить всей массой трудящихся эксплуатируемых на всём пути до полного уничтожения классов, до полного коммунизма существует. Значит, в чём суть проблемы, суть задачи, которую рабочий класс должен поставить перед собой. Вот заинтересованных в полном коммунизме очень много, весь пролетариат заинтересован. А в состоянии руководить, что Ленин подчёркивает, только городской, фабрично-заводской пролетариат. И если этот городской, фабрично-заводской пролетариат никак не будет организован, а будут какие-то выборы, куда будут ходить, на территории, кого-то избирать, какие-то депутаты, он как бы тут уже и не нужен. Ну, дескать, вы своё дело сделали, революцию сделали, власть создали социалистическую, отдыхайте, товарищи, так сказать, вам работайте больше, больше угля, стали беречь каждую рабочую минуту и так далее. Берегли, 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 а потом смотрю, и страны уже нет. Значит, главное, а можно вообще осуществлять власть городского, фабрично-заводского промышленного пролетариата, если он не организуется в какую-то силу и не будет никакой формы? Вот известно гегелевское положение о том, что форма содержательна, а содержание оформлено. Никакой не может быть диктатура пролетариата, если не найдена форма организации диктатуры пролетариата. Какая форма соответствует диктатуре пролетариата? Вот у Ленина по этому поводу написано немного. Написано в очередных задачах советской власти, что советы представляют собой организационную форму диктатуры пролетариата. С чего начинается диктатура пролетариата? С содержания лицформы? Вообще вот как-то люди, которые эти вещи не обдумали, они всегда думают, вот главное это содержание. Вы видели где-нибудь содержание без формы? Вот видели суп без кастрюли. Давайте, значит, если у вас нет кастрюли, некуда ее поставить, супа не будет. То есть форма идет раньше. Форма – это определенность. Форму надо найти, в которой появится новая власть. Эту форму искали Маркс и Энгельс. Думали, что может быть вот коммуна парижская эта форма. Но они не доискали до конца. Потому что оказалось, что все-таки эта коммуна, она на старом принципе по территориям, разных округов территориальных. Отсюда и коммунальное хозяйство у нас осталось, и муниципалитеты по этому принципу говорят. Вот это вот негосударственная форма, они у нас сейчас остаются. На них плюет буржуазия, на эти все коммунальные органы. И даже деньги им дает, потому что финансируют эти органы государства буржуазные. Самых финансов нет у муниципалитетов. И вот, наконец, кто открыл организационную форму диктатуры Петрята? Вот эти самые Иваново-Вознесенские рабочие, о которых Александр Сергеевич говорил. И не только Иваново-Вознесенские. Почти одновременно, но за ними, как бывает иногда, и в технике открывают сразу несколько. Но они по очереди, не все сразу. А вот и независимые бывают, открывают. Не потому, что они такую весть получили, а сами до этого дошли. В скольких городах? Я вот каждый раз у Александра Сергеевича спрашиваю, он каждый раз, так сказать, задумывается. Иваново говорит, что в 17 городах возникли советы. В 17 городах образовалась советская власть. Что такое власть? Власть не бывает на предприятии. Если власть на предприятии рабочих, это называется рабочее самоуправление. Никакие советы трудового коллектива советами не являются. Это надо твердо для себя осознать. Они могут называться советами с таким же успехом, как сегодня есть совет безопасности, совет федерации, госсовет, ученые советы. И друг другу советы мы даем. И вся наша страна – это страна советов. Так что в этом отношении у нас страна советов, страна совета остается. И, так сказать, если мы будем хвататься за одно это слово, то мы тут никуда не продвинемся. Суть советов, о которых, как органов власти, в том, что они образуются по производственному принципу, избираются, формируются. И даже они изначально образуются не по выборам, а потому что они прямо от забастовочных комитетов формируются. А забастовочные комитеты частично избираются, а частично формируются, так сказать, в инициативном порядке. Вот эти самые органы, которые складывают усилия забастовочных комитетов нескольких, и тогда начинают господствовать над всеми классами, а не только над рабочими. Если вы над рабочими господствуете, это никакой власти у вас нет. А вы должны господствовать над буржуазией, над мелкой буржуазией, над всеми на этой территории. Но сформировано должно быть это через предприятия, через производственные единицы. И это однозначно написано в работе Ленина, хотя он был очень занят, и, между прочим, был председателем Совета народных комиссаров. Он, тем не менее, в работе над статьей «Очередная задача советской власти» этот принцип зафиксировал. Раз. Во-вторых, Ленин этот принцип зафиксировал в своей речи на Первом Конгрессе Коминтерна. То есть, вот собрались представители всех партий, и Ленин для них сказал, что Советы – это власть, которая формируется по фабрикам и заводам от производственных единиц. Что она тем сближает советская власть, с народом, с трудящимися, с коллективами, что она формирует эту власть от фабрики, заводов, а не от территориальных округов. И третий. Ленин, к сожалению, и можно за это его критиковать, и говорить, что вы нам не написали, почему вы нам не разживали, мы бы нам сейчас бы открыли, мы бы сейчас все прочитали, и были бы умны. Можно говорить, что Ленин не написал закон. И не закрепил это в Конституции, а мог бы закрепить. В Конституции бы написали, что вот Советы так формируются. Не написали. Не написали, потому что, в общем, как бы предполагалось и считалось, в программе-то партии записали, и программу-то партии должны все выполнять, в том числе и генеральный секретарь, и товарищ Сталин, и никто не должен нарушать, даже генеральный секретарь. А что там написано в программе партии, которая принята на восьмом съезде РКПБ? Что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. Вот центральный вопрос. Вот центральный вопрос. И что закрепили это в положении о выборах? Вот мы вместе с Александром Сергеевичем написали книгу после конференции уже, написали книгу совместную Советы как форма власти. Не просто Советы как неизвестное, а как форма власти. И мы там это все привели. И мы привели положение о выборах, которое тогда существовало. Там в нем положение расписано, что избирают от фабрик и заводов. Но это положение, кто его утвердил? Это положение, которое не закон и не конституция. Оно сегодня есть, завтра его нет. Поэтому на уровень конституции его тогда не подняли. Ни Ленин не поднял, ни Сталин не поднял. Можем, как говорится, по этому поводу сожалеть, но как учит нас историческая наука, что людей оценивать не потому, что они не сделали, дескать, вот нам сделайте то, и что вот нам будет, а то для наших занятий было бы хорошо вот то, а оценивать за то, что они сделали. Была гражданская война, власть висела на волоске. И если вообще Ленин успел это написать в трех, по крайней мере, местах, как говорится, ну уж мы, наверное, тихо сидя, спокойно, особенно в условиях контрреволюции, когда Советского Союза нет, у нас появилось время задуматься на эту тему. И, как говорил Ленин, разбитые армии хорошо учатся. Ну так вы хоть поучитесь этому. И что у нас усвоено это сейчас? Как должны сформироваться советы? Как вы считаете? Если мы возьмем, скажем, так называемые левые движения или членов коммунистических партий, все усвоено? Я думаю, меньшинством. Меньшинством усвоено. А если меньшинством усвоено, значит, пока это вот первая проблема. Если это меньшинством усвоено тех, кто считает себя коммунистами, значит, это первая проблема, которую надо решить для того, чтобы вообще можно было возродить советскую власть. Вторая проблема, которую надо решить. Значит, рабочий класс должен усвоить хотя бы верхушка рабочего класса. Совершенно правильно говорили. Пока он не усвоит, пока он будет бояться начальнику позвонить или с товарищу сходить, никак не может быть создана советская власть. Потому что советская власть создается через что? Через придумывание форм или через классовую борьбу? Через классовую борьбу. Только классовую борьбу. Это рабочий класс борется и вот в этой форме, которая им открыта. Она форма открыта, но у вас есть какая-то форма, есть кастрюля, есть даже картошка, капуста и мясо, но если вы не положили, и воду не налили, и огонь не зажгли, у вас ничего не будет, никакого супа. Если не будет классовой борьбы, не будет никаких советов. Поэтому вообще-то советы как создавать, у нас уже и книжки есть, и семинары были, и конференции были, а классовой борьбы соответствующей пока нет. А почему нет классовой борьбы? А потому что рабочий класс не создал свою партию. Можно сказать, что рабочий класс один не может, ему не помогает, надо помогать. А мы можем сказать, что вообще со стороны интеллигенции усилия предприняты чрезвычайные и большие. То есть, вот скажем, у нас есть Красный университет фонда рабочих, то есть систематически идет эту пропаганду. 25 лет есть университет рабочих корреспондентов, которые, пожалуйста, мы приглашаем сюда, рабочим сесть что, заказан вход сюда или свободное здесь посещение? Свободное посещение. Спасибо Российской коммунистической партии, спасибо Родфронту, предоставили возможность. Приходите, чувствуйте себя как дома, задавайте вопросы, колючие или не колючие. Ну, это место вот как раз, где это обсуждать. Ну, это если рабочие не будут об этом думать, они будут прозябать, и их будут угнетать, и будут их эксплуатировать. Поэтому тут ситуация в истории такая, что если вы не будете бороться, у вас все будут отнимать. И отнимают, и не надо плакать. Ну, если вы не хотите, то есть буржуазия, которая хочет у вас еще забрать. Она хочет, она инициативная, она еще придумывает, как забрать. А рабочий класс говорит, кто меня спасет? Вот. А мы с вами знаем, что освобождение рабочего класса есть прелюсть от дела рук рабочего класса. Но для этого он должен партию создать. Буржуазия 80 партий своих создала. На всякий случай, при всех ситуациях, есть там обманные вторичные, третичные партии, которые в случае чего будут, так сказать, это путать избирателя. И, говоря, его зовут, давайте, идите, избирайте. Рабочий класс будет создавать свою партию? Вот это главная самая проблема. Пока партию не создаст, никаких советов не будет. Один раз можно было открыть советы, но теперь нужно уже не просто открыть, а нужно планомерно и сознательно их организовывать. А чтобы планомерно и сознательно их организовывать, надо организовывать классную борьбу. Не может быть создание советов помимо борьбы за улучшение жизни. Иначе рабочий класс не поднимется на борьбу. Вот за улучшение жизни он будет бороться. Ну, тут надо такие задачи ставить, улучшение жизни, задачи, так сказать, такие, которые связаны были бы с тем, что он не жалкий будет копейки просить, вроде того, что, дескать, вот у меня пусть вернется зарплата на то, что было в прошлом году, а потом в следующем году, а в следующем году на то, что было в этом году, а через год, а что на то, что было в этом году и так далее. И чтобы и дети были на этом же уровне, остались вот тот же уровень богатства, какой был, то есть нищеты у рабочего, и внуки, и следующее поколение, давайте зафиксируем вот эту величину, а буржуазии будут свою долю все увеличивать, 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 потому что производительность туда растет, у нас есть умная экономика, и научно-технический прогресс, и нововведение, и то-то еще, и пятое, и десятое, вот там все растет, 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 и даже если вы будете увеличивать, повышать уровень реального состояния, содержание зарплаты, о чем мы говорили, все равно еще норма эксплуатации может быть низкой. Почему? Потому что надо догонять производительность труда. Если производительность труда растет, значит, если его в буржуазии повышается, значит, на два рабочих класса повышается, ну так эта норма может остаться той же самой. Если рабочий класс не будет бороться против эксплуатации, не будет сокращать эту самую эксплуатацию, он не сможет создать советы. Советы не могут быть созданы на копеечном деле. На ничтожном деле, а лишь бы мне не затронуть ни копейки прибыли в буржуазии. Если он не собирается не затронуть ни копейки прибыли, как он может взять власть? Он же все должен отобрать, собственность должен отобрать в буржуазии, оставить их ни с чем, и превратить в простых трудящихся. Хотите кушать, идите работайте, кто не работает, тот не ест. Вот как рабочий класс должен поставить вопрос. Он ходит, значит, как бы мне его сохранить, вернуть назад то, что было год назад. Вот пока он ходит и клянчит, как побитый пес, значит, этот рабочий класс заслуживает того, чтобы его и дальше пинали и эксплуатировали. Поэтому, значит, как говорил Ленин, и Сталин говорил, что не только партия ошибается, потому что Троцкий однажды сказал, что партия не ошибается. А Ленин говорит, это комплимент с известной долей издевки. И партия ошибается, и народ ошибается, и народ ошибается в революции еще больше, чем в обычное мирное время. Ну, надо освобождаться от этих ошибок. То есть, всякая борьба, она с ошибками, надо бороться. Поэтому центральный вопрос, или, скажем, однозначный вопрос, и ключевой вопрос проблемы Советов, что надо на борьбу подыматься. Как вот песня поется, слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся. Только война-то тут классовая, классовая борьба предполагает волю к борьбе, волю. Нет воли к борьбе, если не будет борьбы, никакие рецепты. И сколько бы мы ни писали книг, и не рассказывали в лекциях, как это надо все делать, и как бы мы ни обсуждали, ничего этого не будет. И первый, так сказать, такой вот утес, который нужно взять, это нужно создать партию рабочего класса. Должно быть много рабочих, которые учатся, которые сюда приходят, которые занимаются, которые думают об этом. И как Ленин говорил, что если дело идет о революции, то надо. А революция начинается с того, чтобы создать советы. А только потом двоевласти. Они не до власти еще далеко. Не власть, а потом советы, как вот написано в других программах неправильных. Сначала советы, потом власть. Правильно? И вот если этого не делать, если так не бороться, то задача не будет решена. Поэтому действительно проблема создания советов, она, это проблема того, чтобы рабочий класс, хотя как не трудно русскому рабочему классу, но как показывает анализ всей нашей практики революционной во всем мире, показывает. На Китае не надейтесь, там никаких советов нет. На Корею не надейтесь, там азерное оружие нет. Я там был в Корее, так вот и чувствую, так там хорошо, так хорошо. Но придет корейский, Хрущев, и все пропадет. Потому что нету никаких органов. На Лаос будем надеяться. На Кубу. Куба поехала уже назад. Она была при социализме, сейчас она уже в переходном периоде. Вот как мы можем сколько угодно оглядываться и искать. И говорить, что так трудно было русскому народу, русскому рабочему классу. Еще будет труднее. Не будете воевать за свои интересы, не будете бороться, еще будет хуже. И вот Ленин в самое трудное время говорил, что вот все, народ устал, он не может. Ничего, говорит, когда их забьют и убьют очень многих, тогда эта усталость пройдет. Похоже, что вот все делает буржуазия к тому, чтобы усталость прошла. И она пройдет, и тогда будет, начнется процесс, значит, возрождения советской власти. Почему товарищ Галка и почему товарищ Михаил Владимирович Попов не работают над внесением закона о конституции, о диктатуре пролетариата? Если это была ошибка Ленина, если бы так не хватало, почему сейчас вы не работаете, если такая учительница нужна, и там нужно... Вопрос нет, выступление, пожалуйста. Так я вас спрашиваю. Это она выступает так. Хорошо. Такой форум. И второй вопрос. Почему мы говорим о том, что партию рабочих нужно создавать, если есть РКРП? Чем она не партия рабочих? Объясните, пожалуйста. Получается, что их нету, они перечислены здесь в таком множестве. Ясно. Спасибо. 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 Партия РА, РП, Р. Почему? То есть нужна еще какая-то партия рабочих, Словян? Если нет, тогда это есть. Спасибо. Словян нужна следующая партия. Спасибо. Спасибо. Просто, пожалуйста, выступающие еще есть? Дайте. Пожалуйста. Ну, в общем-то, это рабочие классы. У нас нужны лидеры, чтобы объединяли хоть небольшую группу. А где они? Практически для них и нет. Чтобы собрать кого-то, даже в небольшом рабочем коллективе, должен ли генер, который авторитетный и профессиональный, и политический. И не бояться еще, чтобы у него тылы были хорошие. Сейчас, конечно, в этом лидерах мы на нищем уровне практически не имеем лидеров. Организаторов практически. Вот товарищ сказал, что на производстве. Ну вот, если цех тысяча человек, там же не все друг друга даже знают. Так что в этом плане еще, кроме рабочего класса, можно как-то выделять лидер. Ну, раньше коммунисты приходили, социал-демократы. Не мешайте выступать. Сейчас мы ответим, ответим, не волнуйтесь. Ну, как-то странно, вы скрепливаете по три вопроса, как будто... Так нет, вопросы мы уже прошли, это идут выступления. У вас было выступление в форме вопроса, мы на него ответим. Продолжайте, пожалуйста. Практически-то вот, когда Советы создавались, там же и кадеты были, и эсеры были, и еще так. У них шла борьба. А потом же практически-то борьбы не было в Советах, когда большевики взяли в власти. Ну, у меня вот такое. Спасибо. Ну, давайте закругляться с выступлениями, это Александр Сергеевич. Отключить на вас. Значит, ну, во-первых, что касается вашего вопроса о внесении, значит, в Думу законопроекта... Не скажу, что вы, у вас проект Конституции лежит на столе. Его все работают... Ну, а где там пункт на диктатуре, предприятия-то? Речь... Ведь мы будем принимать, как вы говорите о революции, допустим, она будет... Мы же будем принимать не Конституцию Думы, мы будем эту Конституцию Слободкина принимать. Перебошел. Значит, Слободкина Конституция есть, я думаю, прошло время, и она сегодня обсуждается в отношении Донбасса, Луганской области и Донецкой. Вот, есть в интернете на сайте, значит, Объединенных Родотрудящихся. Заходите, там целая дискуссия на эту тему. А в фундрабочей огне? В фундрабочей огне? В фундрабочей огне там есть? Да, есть, конечно. Ну, то есть, дело сделано. Конечно, есть. Да, у нас есть, да. Ну, все, спасибо. Да, про диктацию нам не очень... Теперь, что касается второго вопроса, то коммунистических партий несколько сейчас, да? И идет такое, ну, своего рода соревнование, кто из них, значит, является действительной коммунистической партией. Спасибо, РКРП, я спросила, это же особо. Не мешайте вести занятия. Нет, просьба. Значит, вы задали вопрос? Я отвечаю, насколько я его понимаю, да? Может, я понимаю неправильно с вашей позиции, но я понимаю вот так, что, значит, идет некоторое соревнование, в том числе, скажем, мне, я считаю, что программа рабочей партии, Крис, РКРП, Российская рабочая коммунистическая партия России, да? Что она, значит, не вполне сейчас отвечает критериям коммунистической партии. Во-первых. Во-вторых, значит, в рабочей партии России есть этот пункт, и она является вполне коммунистической. У других партийско-мунистическим названием даже и КПРФ в прошлом году, я, кстати, сегодня об этом говорил, она приняла, значит, принцип диктатуры пролетариата для своей деятельности и, видимо, внесет его в программу. Пока, по-моему, еще все-таки она не внесла в программу. Поэтому я не считаю, что тут какое-то есть беспокойство по этому пункту. Так, теперь, что касается лидеров, то, значит, лидеры, во-первых, лидеры есть, их много, да? Значит, Тюлькин, Сюганов, другие, много можно назвать лидеров коммунистических партий. Другое дело, что вас, может быть, и кого-то, еще смущает, что недостаток лидеров… Он говорил о лидерах на предприятиях, чтобы там… Да, я помню, о чем он говорил, отвечаю, что недостаток лидеров, он связан с тем, и наверху, и на предприятиях, с тем, что, значит, недостаток борьбы сейчас идет, что нету какой-то, не то что широкой, а вообще какой-нибудь борьбы рабочих, ну, более-менее широкой, да, значит, с капиталистами. Как только эта борьба появится, возникнет, сразу возникнут и лидеры. Во-первых, сразу внизу в коллективах, и мы это видели, вот было какое-то такое движение забастовочное в середине 70-х, сразу появились и лидеры. Кстати, они и сейчас еще живут. В середине 90-х, да, 95-й, 96-й, 97-й, вот там возникли эти лидеры. С ними довольно быстро разделались, почему? Потому что они поступали часто, неграмотно, не советовались с товарищами, которые в этих делах разбираются. А некоторые из тех пор, еще до сих пор являются лидерами, правда, буржуализились и возглавляют буржуазные новые профсоюзы. Поэтому вопрос о лидерах – это вопрос о борьбе, то есть, как только будет борьба, появятся и лидеры. Пока широкой борьбы нету, поэтому и лидеров широкие нету. А с чего она появится, борьба? С чего она борьет и появится? Она и появится с того, что народ, наконец, значит, отдохнет, отдохнет, мобилизуется, и в него появится, наконец, воля к борьбе. Сейчас вот этой воли к борьбе нету. Видимо, с одной стороны, он устал от шока 90-х, с другой стороны, пока его запросы удовлетворены на том уровне, которых, значит, он требует, удовлетворены, раз большой борьбы нет, если он за зарплату свою не борется. Поэтому, с одной стороны, можно только, значит, радоваться, что вот, товарищи довольны, что, видимо, зарплата у них хорошая, что жизнь, видимо, нехорошая, можно порадоваться только за них. Хотя я думаю, что это не так, на самом деле. А как будет создаваться эта партия рабочих, не выстающая, и является ли единственным участком партия, например, Михаила Васильевича? Вопросы закончились. Это, да, это уже опять дополнительный вопрос. А у нас сейчас идет... Ну, что важнее, в конце концов, понять эти вопросы? Значит, важнее следовать своим понятиям. То есть, если мы договорились, что ведем в таком порядке наше заседание, то мы им уследуем, а не поддаемся стихии всяким интересным вопросикам, да? Если вас они очень интересуют, сейчас мы с вами в коридоре встретимся и на эту тему поговорим. Так, ну, а, значит, в итоге я могу сказать, что действительно многое мы знаем уже о Советах, многое мы изучили, многое усвоили, многое помним на своем опыте. Ну, а некоторые проблемы, они были, есть, и мы будем на них работать и в дальнейшем, и вас к этому призываем. Спасибо. Спасибо, Александр Сергеевич, поблагодарим за это. Итак, объявление по ходу нашей работы. Следующий четверг занятия у нас не будет. А, ну да. Очередное занятие состоится через одну неделю, 28 апреля. А что будет-то? Тема лекции «Диалектические критерии деления исторического развития на формации». Ведет занятие кандидат технических наук Юрков Кирилл Валерьевич. Нет, а вместо следующей четверга что будет? Сейчас, это первое. Второе. Почему у нас нет занятий в следующий четверг? Потому что в пятницу, 22 апреля, в разливе, в музее Шалаш, Ленинский музей, состоится Ленинская конференция, традиционная 9-я, 10-й день в современном мире. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех принять участие в этой Ленинской конференции. Отъезд у нас в 9.45. В 9.45 от метро «Черная речка». Будут поданы автобусы. Значит, план конференции опубликован у нас, можно сказать, прочитать на сайте фонда «Рабочая академия» и еще где-то, по-моему, у нас было. На сайте фонда есть. А, на сайте фонда. Что еще можно добавить? Я бы несколько слов по порядку скажу. И в 18 часов то, что просили. Да, и просили. Не надо нам, в случае. А, что? Собъедините. Скажите объявление по митингу за стороны. Так, про митинг, насколько я знаю, у финляндского вокзала назначено 18 часов. Вот, но вот у финляндского площадь Ленина, но вот тут прозвучала информация, что кто-то предложил доставить участников конференции прямо. Нет, информация же была. Жаль. Все, спасибо. Было получено. Объявление Микви Васильевич. Я, Попов Михаил Васильевич, президент фонда «Рабочая академия», хочу проинформировать участников, имея в виду не только тех, кто здесь присутствует точно, но и тех, кто нас будет смотреть по интернету, телевидению, о том, что у нас существуют разные формы. Обучение, которое предусмотрено планом занятий фонда «Рабочая академия». У нас есть два университета. Один университет, в котором есть фиксированная запись, в нем участвуют только те, кто являются слушателями. Слушатели выполняют задания, слушают лекции, семинарские занятия и, соответственно, идут так, как это делается в обычной аудитории. Здесь у нас другая форма. Форма отличается тем, что здесь свободное посещение, может любой человек, не обязательно приходить каждый раз. Могут приходить разные люди, могут приходить какие угодно люди, с каким угодно взглядами, представлениями, вопросами. То есть здесь, так сказать, у нас открытая площадка. Спасибо, опять-таки, Родфронту и РКРП, которые предоставляют такую возможность. Но у нас здесь очень строгий порядок. Первое. Значит, очень строгий отбор специалистов, которые выступают. Те люди, которые выступают, здесь не могут получить лекцию, пока они не, так сказать, получат известных, так сказать, ученых званий и степеней, чтобы они были признанными учеными, а не просто, так сказать, или большими практиками, которые подтвердили своей, так сказать, жизненной деятельностью, что они имеют возможность здесь рассказывать и выступать. Это первое. Второе. На все вопросы, которые здесь задаются, какие бы они ни были, если они, допустим, не нравятся, вот мне, может, не нравятся вопросы, которые я должен отвечать на это. Это второе. Третье. Мы понимаем, что эта вот форма, она только тогда осуществима, если люди здесь будут задерживаться недолго, а если они будут долго, кончится тем, что здесь вообще никто не будет приходить. Потому что люди сейчас, между прочим, имеют семьи, и они приезжают сюда с работы, или они, так сказать, у них родня, поэтому мы должны понимать, что вот у нас есть определенный порядок, и мы должны укладываться, ну, максимум, в полтора часа. Поэтому, возможность для выступления мы даем, но я просил бы всех соблюдать следующий порядок. Выступили, выступили. То, что, так сказать, выступить здесь можно как угодно и что угодно сказать, никто вас перебивать не будет. Да? Как меня перебивал, Михаил Владимирович, сколько раз. Вот так вот. Это вы сейчас перебиваете? А вот сейчас я могу перебивать, потому что он меня перебивал просто. Я говорю, есть такая работа, я бы тоже сказал, нет, нельзя, нельзя, нельзя. Дом в странице, вот я перебил, дом в странице, а в том, что он человек очень непорядок. Еще раз, я излагаю порядок, если кто-нибудь нарушает порядок, просьба мне сообщать, что нарушает порядок, мы будем бороться. Есть ректор, он за этим следит, у нас надежно. У вас есть сомнения в отношении даритетности нашего ректора? Нет. Вот он следит за порядком, он все время за этим следит, невзирая на лица. Если это будет нарушать президент Фонда Рабочей Академии, он подчиняется общему порядку. Если есть, он в университете, это порядок, правильно? И без всяких исключений. Поэтому ваше замечание правильное, оно принимается. Рабочу, все, ладно. Давайте будем этому следовать. И к вам такое замечание. То есть вот вы, мало ли, что вам не нравится. Мне тоже многое не нравится. Но я вот после выступления, лучше дальше я все равно молчу. Я, например, тоже могу много, очень много сказать по поводу того, что другие сказали. Но из этого не следует, что мы должны... У нас вот можно выйти во двор, гульбой, и там обсуждать сколько угодно. И здесь никого не затруднять. И никто, так сказать, не обязывающийся сидеть. То есть надо понимать, надо вот нам это дело очень беречь. То, что у нас есть. Это редко где бывает. Где вы найдете такое место хорошее, в котором можно было бы такие серьезные вопросы обсуждать. Это очень большая редкость. Тем более, что все это вывешивается на канале фонда рабочей академии на ютюбе, в интернете. Смотрите сами. Смотрите свои выступления и смотрите, как это смотрится. Как это смотрится, когда нарушается какой-нибудь порядок. Потому что мы, Игорь, должны тоже зарабатывать авторитет. В том числе и у рабочего класса, в том числе и у интеллигенции. В том числе и у всех обычных трудящихся. Значит, хочу сказать сразу, что форума, которая будет на конференции, кто туда приедет, там вообще исключены выступления, кого бы то ни было, кроме докладчиков. Докладчики могут получить там слово при наличии уже готового текста. Причем этот готовый текст, который будет написан, отпечатан, прислан в оргкомитет. И профессор, или доцент, или кандидат, или представитель другой коммунистической партии, там греки, латвийцы приезжают, из чехии прислали, получают не более 8 минут. Вот я буду сидеть за столом и останавливать всех, кто будет заканчивать, где-нибудь на 8 с половиной минут. Сразу останавливать и заканчивать всякое время. И никакие ссылки на то, что он доктор там, профессор и прочее, не принимается. Это все, кстати, знают. Легче всего остановить профессоров, а есть люди такие, которые хотят все говорить, 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 говорить. Иначе конференция наша будет неинтересной. Я хочу сказать, что вот когда было 140-летие Ленина, в горках проходила конференция. Эта конференция проходила так, два профессора, ну вроде меня, прочитали два доклада по полтора часа. Народ поспал, и разошелся. Вот у нас даже если будет неудачное выступление, они будут не больше 8 минут, значит будет другое, удачно и так далее. Поэтому, значит, наша задача соблюдать очень строгую дисциплину. У нас будут товарищи, которые за свою дисциплину будут смотреть. И тех людей, которые не соблюдают дисциплину, просто будем в зал выводить. Почему? Мы там вообще не на своей территории, мы в гостях в государственном учреждении, музей-шалаш, который, между прочим, деньги собирает только за то, что туда придешь. Но туда вот на этот день никаких денег при Ленинской конференции собирать не будут. И мы должны вот понимать, что в такой форме тоже нигде нет в России конференции. Вот разосланный пресс-релиз, разосланный посредством массовой информации дважды. Сегодня второй раз. То есть всем это известно. Туда могут прийти средства массовой информации, в том числе и бургазные. Мы их не боимся, потому что они могут не писать. Но если даже они там ехидничают, они ничего худого написать не могут, уже показывают практика. Поэтому мы тщательно к этому готовимся и рассматриваем это как наше общее дело. Поэтому просьба тех, кто будет присутствовать, понимать, что все, кто здесь находится, это в том числе и организаторы конференции. Поэтому я просил бы нам оказывать всяческую помощь в ее успешном проведении. И предполагать, что с 13 часов будет чай, кофе, чтобы люди так и не привыкли. Вот сидит товарищ, с диктаторскими полномочиями товарищ Ленисов. Сегодня он беседовал с директором музея Ленина. Они обсуждали кофе, чай, как поить. Там кипяток обещают предоставить государство. У него в государстве больше ничего нет, кроме кипятка. Мы уже от фонда рабочей академии постараемся предоставить чай, кофе, кружечки, лобочки, сахар на большее печенье, прянички и все. Но третий парк, который один из организаторов нашей конференции обещает, по окончании конференции, с учетом того, что конференция проходит в лесу, 4 километра от Тарховки. И оттуда даже если уехать надо с конференции, надо пешком идти 4 километра или вызывать такси. Учитывая этот, поскольку в лесу, значит, третий парк идет навстречу и в ресторане шалаш устроит фуршет. У нас тоже были случаи. Вдруг некоторые товарищи до окончания конференции побежали и смотрим, они уже сидят за столами там. И жуют бутерброды. И жуют бутерброды. Пришлось нам оттуда выставить всех, постыдить их прилюдно. А потом все нормально, вот тут диктаторский полномочий Борис Николаевич, у него опыт, он полковник милиции, поэтому, так сказать, он обладает. Обладает необходимыми знаниями, квалификацией, чтобы поддерживать этот порядок, потом будет открыто. Там поприветствуем обязательно, поблагодарим и третий парк, и музей шалаш, и докладчиков, и организаторов конференции, и администрацию курортного района, от которой будет выступать товарищ представитель. И, наконец, чем нас угосят, то и будет. Потому что мы не можем предъявлять претензий к третьему парку, если он что-то нам там сделает, ну спасибо большое. У нас никогда не было, чтобы мы сказали, как этого нам там мало дали или что. Ну, мы должны понимать, что они дали, потому что они от частной собственности оторвали на общественное ленинское дело. Это великое дело, надо сказать. Вот, и там у нас будет возможность попеть советские песни, и пообщаться с товарищами, и пообсуждать между собой в спокойной, дружеской, товарищеской обстановке. А в 6 часов оттуда, или пораньше, полшестого, отправиться в автобус и придут нас снова к Черной речке. На этом мероприятие будет закончено. Это будет большой праздничный день, посвященный годовщине дня рождения Владимира Чалимова. Спасибо. Все, занятие закончено. Спасибо.